здравствуйте друзья сегодня у меня в фильтр от компании акваэль это польская фирма и скажу вам честно я лично использую оборудование этой фирмы и достаточно плотно то есть у меня есть фильтра этой фирмы есть обогреватели этой фирмы ну внешником внешниками я этой фирмы не пользовался но тем не менее я имел опыт запуска нано аквариумов этой фирмы и практически все оборудование мне которые попадала мне в руки этой компании мне очень нравится нравится по качеству и по относительно небольшой цене то есть если взять например сопоставить цену оборудования компании акваэль то она на порядок выше чем аналоги китайских производителей но существенно ниже чем аналоги германских производителей давайте же откроем и посмотрим что у нас внутри значит производителям заявлено что этот фильтр предназначен для аквариумов до 35 литров с расходом электроэнергии в 4 ватта и максимальной мощности 250 литров в час подъемная мощность не указывается нигде ухты сколько всего здесь в этой коробке так ну первое это инструкция инструкция на разных языках видно что компания подходит к своей продукции основательно и здесь еще в комплекте есть у нас что у нас есть и гарантийный лист на этот фильтр гарантия если они ошибаюсь три года да вот заявлено производителем гарантия три года значит что собой являет этот фильтр какой-то конструктор лего прямо не фильтр а пластик относительно пластика пластик достаточно качественный фильтр достаточно тяжелый собирается все это дело следующим образом так губка губка вставляется вот таким вот образом сюда ага все я понял и вот есть здесь крышка значит первое что мне не нравится сразу хочу сказать что крышка сидит эти не плотно она слетает возможно это просто брак потому что я пользуюсь фильтрами серии фан достаточно плотно и там все плотненько хорошо но здесь крышка заходит не плотно как я понимаю фильтр предназначенный для для того чтобы устанавливать его на дно вот здесь есть донный забор и забор воды сзади вот как вы видите да значит крепление крепится вам вот таким вот образом так где присоски у нас присоски присоски значит присоски в комплекте есть четыре присоски вот таким вот образом присоски кстати вот этих фильтров очень хорошие но меня они уже около двух лет и все прекрасно все держат не отлетают вот видите регулировка подачи воды я надеюсь вам видно вот открывается и закрывается плавная регулировка подачи это очень удобно и все регулируется очень хорошо так значит крышку одеваем и одеваем сама так значит есть возможность направления потока воды то есть если мы крепим этот фильтр вот так его можно использовать как подъемную помпочку в тех же полиудариумах я думаю либо его можно использовать вот так вот крепить гну я соответственно так выводить либо просто вот здесь есть на дне резинки для того чтобы плотно на дно не вставала вот это вот решетка да и соответственно вот таким вот образом его можно его можно крепить к стенке так есть насадки для аэрации вот таким вот образом все собирается есть еще вот такая вот насадочка для того чтобы разбивать поток воды направлять вправо-влево вверх-вниз вот и есть еще вот такая вот штука друзья такие вот вещи используют вот только акваэль вот значит для чего эта штука эта штука предназначена для того чтобы удержать этот фильтр не давать ему упасть на дно то есть это крепление она крепится вот следующим образом сейчас я вам покажу вот таким вот образом она крепится мы выбираем высоту на которой будем фиксировать наш аквариум вот таким вот образом вот таким вот образом есть возможность закрепить этот фильтр на верху аквариума даже без присосок значит обслуживать фильтр достаточно легко мы его снимаем крепление остается в аквариуме разбираем обслуживаю но единственный минус по данному фильтру вот то что я вижу в данный момент это плохо закрывается крышка но я думаю это просто производственный брак скорее всего для другой стороны его не оденешь потому что крышка имеет вот видите да другой стороны не оденешь то есть одевается на только вот так и она что-то плохо плохо пристает слетали значит еще хочу вам показать конструкцию как добраться до ротора значит добраться до ротора можно вот таким отвращательным движением снимаем крышку и здесь у нас находится ротор вот пожалуйста ротор на четыре лопасти и все это дело на стационарной металлической оси если эти фильтра оси у меня вот мы проданы не не конкретно этот но вообще эти фильтра себя очень хорошо зарекомендовали потому что они работают очень тихо и работают достаточно хорошо единственное что но я бы не назвал этот фильтр фильтром как таковым потому что ну площадь фильтрующего материала здесь среднепористая губка площадь фильтрующего материала достаточно маленькая сами видите да здесь даже это не губка это просто кусок поролона я так думаю этот фильтр он больше предназначен для подъема воды в тех же полиудариумах чем для самой фильтрации то есть он вот таким вот образом его можно поставить на дно его можно закрепить на дне полиудариума вот таким вот образом и с помощью этого фильтра организовать подъем воды либо например даже вот так вот поставить сделать какой-то грот и сделать небольшой фонтан с полиудариуме то есть я думаю что как фильтр использовать данный девайс в аквариуме нет смысла скорее всего его лучше использовать для подачи воды там фонтаны в полиудариуме и так далее ну компания акваэль себе достаточно неплохо зарекомендовала давайте посмотрим как он работает в аквариуме и так друзья акваэль фан микро плюс значит как я уже говорил вот такой вот фильтр он скорее должен использоваться в аквариумах не как фильтр а как скорее циркуляционная помпа и сейчас мы попробуем убедиться в том как же он работает в воде значит погружаем его вот как вы видите даже не полностью погрузили мы только одну корзину и вот пожалуйста результат вот сейчас фильтр разогнался видите результат работы фильтра ну что сказать напор неплох собственно особенно здесь фильтрующих материалов нет и забиваться особенно нечему мое личное мнение что особо очистки воды он в аквариуме вам не сделает поэтому друзья мои перед тем как покупать вот такой вот девайс для именно фильтрации воды в аквариуме трижды подумайте стоит ли это делать давайте сейчас прикрепим этот фильтр к стенке аквариума вот пожалуйста вот таким вот образом и попробуем это дело оторвать значит видите натяжение на присоски но оторвать его не так-то и легко в принципе как я и говорил что присоски в аквариумских фильтрах держат достаточно хорошо и достаточно практично вот есть обогащение воды воздухом вы как вы видите достаточно неплохое давайте попробуем повернуть насадку вниз для того чтобы нам было лучше видно как все это дело происходит вот таким вот образом да ну говорить о том что есть возможность регулировки я думаю вы все уже знаете об этом я тоже говорил сейчас я попробую опустить данный фильтр ниже ниже в воде вот присоски реально круто держит вообще даже подвинуть его тяжело значит я сейчас опустил эту помпу в воду на максимум на вытянутую трубку вот нам производитель вот отмерил где-то сантиметров 30 трубки и к сожалению на такой глубине аэрация воды не происходит давайте будем пробовать подымать и вот пожалуйста где-то сантиметров 10-15 от поверхности воды аэрация вновь возобновилась я не хочу повторяться и говорить о том что фактически по соотношению цены и качества акваэля одни из самых лучших для фильтрации маленьких аквариумах я думаю я уже об этом акцентировал не раз и еще раз покажу у меня есть еще два фильтра этой компании и еще раз покажу на их примере как это все работает относительно этого девайса хочу сказать вам друзья следующее если вы дома затеваете у себя полюдариум то вот это вот вот этот вот девайс это самое то что вам нужно для вашего полюдариума либо если вы хотите сделать у вас есть например ну грубо говоря в аквариуме у вас кусковая лава до мелкая крошка лавовой или вас специальные грунты для креветок и вам всего-то нужно просто сделать циркуляцию воды чтобы не делать ее с помощью распылителя от компрессора то этот девайс тоже как раз выбор для вас но если вы хотите осуществить в своем аквариуме механическую фильтрацию в аквариуме с рыбой тем более если рыба достаточно много то советовать вот такой вот фильтр вам не могу так как я уже показывал фильтрующего материала здесь очень и очень мало тем более что работает он не вдоль а именно вот буквально сантиметр губки работает все в любом случае вам принимать решение о покупке такого девайса лично мое мнение для своих узких целей он достаточно неплохой ближайшем будущем я планирую запуск полюдариума с анубиесами и бацифаландрами и вот как раз вот этот девайс мне очень сильно там пригодится возможно я фан первый поставлю еще не уверен подведем друзья итоги значит повторюсь еще раз почему на сайте производитель позиционирует этот девайс как фильтр я не знаю мое личное мнение что это не больше чем просто подъемная помпа для воды значит либо циркуляционная помпа грубо говоря с при фильтром вот здесь но тем не менее она имеет право на жизнь и для свои своего узкого применения я думаю если вы столкнетесь с полюдариумами либо там созданием течения в креветочнике со специальными грунтами то это как раз выбор для вас что ж друзья я надеюсь мой обзор вам был полезен и интересен если это так ставьте пальцы и подписывайтесь на обновление канала до новых встреч машин и Субтитры сделал DimaTorzok